Современные технологии позволяют считывать многие процессы, протекающие в окружающей среде, в том числе температуру. Измерять ее можно с помощью совершенно разных инструментов – ртутного градусника или инфракрасного. Однако современные термометры не могут обеспечить нужной точности, тем более в локальных областях. Так зародился проект научно-исследовательской лаборатории гибридные оптические сенсоры. Разработка ученых Казанского федерального университета основана на таком явлении, как люминесценция. Грубо говоря, какой-то конкретный цвет соответствует какой конкретной температуре. Единственное, что на глаз нам очень сложно определять цвет, мы можем только оценить. Поэтому у нас есть приборная база, которая позволяет увидеть спектр люминесценции, измерить другие параметры люминесценции, так называемые кинетики затухания люминесценции, и уже анализировать их. В процессе работы ученые оценивают механизм работы вещества в основе наносенсоров под воздействием нагрева или охлаждения. Для этого они используют специальные лазерные установки. В идеале исследователи планируют найти вещество с максимальной чувствительностью. Одна из обнаруженных характеристик текущего образца – изменение свойств при разной температуре, то есть при сжимании в холоде и расширении в тепле. Сжимается еще образец, то есть ионы становятся ближе друг к другу, и, следовательно, их вероятность взаимодействия увеличивается, и это тоже влияет на чувствительность. Использовать наносенсоры можно в совершенно разных областях. К примеру, контролировать температуру транзистора, благодаря чему можно вовремя узнать о его выходе из строя. Или, если применить наносенсоры в медицине, измерять температуру клеток тела. Это может быть полезно при той же лечебной гипотермии. При использовании этого метода происходит нагрев раковой опухоли до 41 градуса. Наносенсоры позволят следить за температурой в данной области и контролировать ее. Мы, конечно, преследуем цель – это оптические температурные сенсоры, но есть различные, допустим, применения. Что-то подходит больше для биологии, что-то подходит больше для космической промышленности, что-то подходит больше для, допустим, контроля температур на плате, например, компьютерной, чтобы она не перегревалась и так далее. Но в большей степени мы как раз-таки занимаемся фундаментальными исследованиями, то есть мы их характеризуем. В своих исследованиях ученые опираются на опыт коллег. Периодически они посещают научные конференции, где представляют промежуточные результаты работ. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.